Президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Ее протяженность составит 3200 километров. Трамп уверяет, что стоимость проекта, реализация которого начнется через несколько месяцев, полностью компенсирует Мексика. Как именно это произойдет, президент США не уточнил. Его американский коллега уже заявил, что Мексика не собирается финансировать этот проект. Другим указом Трамп постановил лишить финансирования приграничные штаты, если их власти не будут сотрудничать с федеральными в борьбе с нелегальной миграцией. Индекс американской фондовой биржи «Долл Джонс» впервые в истории превысил отметку в 20 тысяч пунктов. Аналитики говорят, это отражение ожиданий инвесторов о намерении Дональда Трампа поддерживать политику экономического роста, дирегуляцию и снизить корпоративные налоги. В большой мере рост индекса обеспечил подъем стоимости акций компаний, которые выиграют от решений нового президента. В первую очередь речь идет об энергетическом секторе, банках и других финансовых учреждениях. Спасатели в Италии извлекли тела всех погибших из-под завала в отеле. Всего жертвами схода лавины на гостиницу стали 29 человек, 11 выжили. Среди них четверо детей. Всего в момент трагедии в здании было 40 человек, 28 из них были туристами. Спасательная операция длилась неделю. Напомним, лавина сошла после серии мощных землетрясений в центральной части страны. В США группа ученых в штате Нью-Гемшир провела масштабный эксперимент. В этой местности часто бывают ледяные штормы. Исследователи решили выяснить, какой эффект эти природные явления оказывают на леса и дикую природу. Еще одна цель – научиться предсказывать место и время подобных штормов. Нас заинтересовали ледяные штормы где-то в 2008-2009 годах. Тогда в нашем районе началась целая серия подобных. Однажды я ехала на машине на собрании ученых и видела, как машины соскальзывали с дороги, видела ущерб, нанесенный лесу. Я подумала, нам непременно нужно получше это изучить. Ледяные штормы чаще всего происходят на территории от Восточного Техаса до Новой Англии. В 1998 году подобный шторм оставил миллионы человек без электричества и принес убытки на 4 миллиарда долларов. Ученые решили не дожидаться, пока подобное бедствие случится снова. «Мы сказали, мы работаем в одной из лучших открытых лабораторий в мире. Вместо того, чтобы искать ледяные штормы или ждать их, давайте сами сделаем ледяной шторм». Воду разбрызгивают с противоположных сторон на небольшой участок леса. Затем исследуют, какой эффект это оказывает на растения. «Деревья – большие, сильные организмы, которые живут долго. Они должны противостоять разным стрессам. Они не могут убежать, они могут жить сотни и сотни лет. Если что-то происходит, они должны уметь восстанавливаться. Мы хотим понять способность деревьев восстанавливаться даже после бедствий. Мы также знаем, что эта способность не бесконечная». Ученые говорят, что результаты исследования пригодятся тем, кто отвечает за общественную безопасность или ухаживает за парками и заповедными зонами. Полученные знания позволят им быть более подготовленными к ледяным штормам.